Кто так нежно окоснулся твоего лица, израненного, но решительного, там на берегу ручья, там у крутого бокового луна, кто обнял твою утомленную, но благородную душу, там в глубине грез, там в вышине небес, мой милый друг, я проведу тебя за руку во мрак ночи, где ярко сияют фонари, чтобы рассказать тебе сказку о свободе и мечтах, сказку, с которой начинается этот праздник. Эти строки принадлежат Венте, и они идеально подходят для видео, ведь это действительно праздник, у игры Genshin Impact день рождения. Да-да, Genshin появилась на свет 28 сентября 2020, ей исполняется 4 года, а это значит, что будет праздник, обновление, новый регион, новые персонажи и много подарков. Но обо всем по порядку. В этом видео я расскажу об игре не только как игрок, но и как художник, о будущем обновлении, о регионе, о персонажах, покажу официальные кадры, ну и конечно же нас ждет праздничный бонусный промокод. Хотя я даже не просто расскажу о новых персонажах, я их нарисую. Скажем так, это видео разговорный спидпейнт об игре, об одной из моих любимых игр. Ведь впервые и арт, и видео по Genshin Impact я сделала несколько лет назад, тогда я рисовала вот эту прекрасную даму, Эмбер. Обожаю этот арт и хочу повторить его в варианте портрет по плечи. Потом был арт с малышкой Кли, также Ху Тао, спидпейнты с ними вы можете увидеть в True Crime выпусках на канале. Как и арт из предыдущего видео, в нем я рассказывала жуткую историю, а рисовала красавчика Кея. В этом выпуске я буду, а точнее начала рисовать двух новых персонажей, о них я и расскажу. Но для начала, что же за игра Genshin Impact? Это приключенческая экшен-игра с открытым миром, точнее не так, с огромным открытым миром, элементами РПГ и захватывающим лором игры. И давайте я кратко расскажу про лор, про сюжет игры, без спойлеров для новеньких. Действие Genshin Impact происходит в фантазийном мире Тейвад, который включает 7 уникальных регионов. Каждый из них обладает своей культурой, от истории народа, отдельных персонажей до стиля архитектуры, особенностей природы, одежды, национальных образов. В Тейваде можно исследовать и глубоко взаимодействовать с территорией каждого региона, подниматься на горы, погружаться под воду, летать по миру, созерцая потрясающие красочные пейзажи. Сюжет начинается со знакомства с близнецами, братом и сестрой, которые странствуют по бесчисленным мирам, но роковое событие их разлучает, и близнец остается один. Брат или сестра в зависимости от того, кого игрок выберет в начале игры. Если вы уже начали свой путь в Genshin, то напишите, кого выбрали вы. Итера или Люмин? Мой выбор пал на сестру. Кстати, как и у большинства игроков. Да-да, Люмин выбирают гораздо чаще. Но вернемся к сюжету, в котором главный герой вместе со своей спутницей малышкой Пайман отправляется на поиски потерянного близнеца. И путь этот наполнен приключениями, открытиями и новыми знакомствами. В Genshin можно делать все, что вам нравится, идти своим собственным путем, оставаясь частью большой истории. На некоторое время отвлечься от проблем в реальном мире. И это действительно так, ведь открытый мир Genshin уютный и комфортный. Персонажи лишены осуждения. Они поддерживают друг друга, бескорыстно помогают и даже ворчат по-доброму. Полный уютик. Ну, не считая монстров и врагов. Вот им придется надирать их S. И это также будет очень увлекательно, ведь механика боевки объемна. Все зависит от выбора персонажа, компании и стихий. Но, чтобы понять, лучше попробовать самому. И возможности здесь обширны. Играй на консоли, на компе, на планшете или на телефоне. Удобно и мобильно. Не зря же одна пятая часть российской молодежи проживает в Тайвате, в Genshin Impact. А в мире насчитывается более 60 миллионов игроков. Кстати, боевая система и в целом механика игры крайне проста, но объемна и многогранна. От выбора природных элементов до сбора стратегически удачной пати. Но игра плавно погружает и объясняет всю систему взаимодействий постепенно. Ну и, конечно же, захватывающие сюжетные линии. Благодаря множеству персонажей, в том числе и персонажей с уникальными качествами и стилями, которые присоединяются к вам в путешествии или просто встречаются на пути, всегда найдутся дополнительные истории, помимо основного сюжета, частью которых захочется стать. Ну а великолепное музыкальное сопровождение в Genshin. Запуская в следующий раз игру, знайте, что в записи участвовали лондонский, шанхайский и тайкийский оркестры филармонии. Подход к созданию сантреков заключался в том, чтобы погрузить в мир игры. Культурные влияния, добавленные в зависимости от региона, отражают особенности и лучше раскрывают мир и его историю. Ну и, конечно же, персонажи. В Таевате, пожалуй, найдется любой персонаж, которого только можно себе представить. Привлекательная внешность, индивидуальный характер и яркие образы. Их костюмы отражают не только причастность к региону, к боевым или стихийным особенностям, но и показывают уникальность и вкус каждого, раскрывая его историю через костюм, аксессуары и прическу. И это действительно так, ведь видя каждый раз нового персонажа, во мне просыпается непреодолимое желание его нарисовать. До версии 3.4 в Геншин было 60 персонажей, от совсем юных до статных взрослых мужчин, но их ряды постоянно-постоянно пополняются, чего мы каждый раз нетерпением ждем, как и в этот раз. Так что переходим к обновлению 5.0. С ним появится новый персонаж и не только, но начнем с него. Кинич. Играбельный дентро персонаж из региона, также нового Натлан. Оружие двуручный меч. Анонсирован 15 июля 2024 года. Дата выхода 18 сентября 2024 с обновлением 5.0. Его я как раз и рисую, точнее уже почти нарисовала. Кстати, напишите кого из персонажей Геншин вы хотели бы увидеть еще в моем исполнении. Итак, Кинич. Для широкой публики он наемный охотник, прагматичный и пунктуальный. Его внешняя холодность отпугивает людей. Кинич предпочитает держаться на расстоянии, мало говорить и много наблюдать. А люди смотрят на него косо, но, похоже, Кинич не особенно волнует мнение окружающих. Жестокий, безжалостный, хладнокровный убийца, думающий лишь о выгоде, без малейшего намека на рыцарство. В таких бессердечных и негативных выражениях люди описывают этого молодого человека. Он с ними не спорит. Что с того? Если цена подходящая, все поручения будут выполнены. Но, несмотря на свое невозмутимое, отстраненное поведение, Кинич проявляет добрые намерения и глубоко заботится о тех, кто был добр к нему и кому удалось хоть немного приблизиться и сблизиться с ним. Описание краткое, увы, инфы еще мало, но какое же оно интригующее. Кинич супер не так уська, одинокие одиночка. В общем, внимание он привлекает. Та-дам! Портрет готов. По классике он будет ждать вас в группе с артами, а я перехожу к карту второго нового персонажа. О нем, точнее о ней, я и расскажу. Но давайте сначала о новом регионе, о Натлане. О нем в настоящее время известно очень мало. Поговаривают, что он расположен на другой стороне пустынного региона Сумеру, Великого Красного Песка. Натлан является домом для природных горячих источников, образовавшихся в результате вулканической активности. Люди Натлана сгруппированы в племена, и каждое племя следует своим правилам. Земли Натлана населены драконами. Ящеры, которые претерпели длительное развитие и эволюцию, сосуществовали с человечеством. У каждого племени есть ящер, с которым они особенно тесно связаны. Погода в Натлане столь жаркая, даже огненная, что многие жители носят свободную одежду и имеют воспламеняющийся характер. Они редко покидают земли региона, а сражения являются повседневной частью жизни и схожи с неугасающим пламенем. Визуал Натлана это теплые цвета, преимущественно коричневые, оранжевые, желтые и красные. Прекрасно дополняют осенний вайп. Так и хочется укутаться в плед, взять чашку горячего напитка и отправиться на приключения в новый регион. Ну мы-то уж точно займемся этим после этого видео. Также я добавлю, что с этим обновлением придут и новые игровые режимы. Сёрфить. Быстро двигаться в воздухе. И скалолазание. А также арена. Но это не всё. В версии 5.1 выпустят нового персонажа – Шелонен. Как раз её портрет я рисую сейчас. И как кошатница особенно воодушевлена её выходом. Вы только взгляните на эту прекрасную даму. Увы, известно о Шелонен ещё меньше, чем о Киниче. Единственное, что можно сказать с хоть какой-то уверенностью – это то, что Шелонен – пятизвёздочная геомечница из Натлана. Анонсирована 26 августа 2024 года. Дата выхода – 9 октября 2024 года. С обновлением 5.1. Она мастер в кузнечном деле, известная по всему Натлану. Её элемент – гео, созвездие Оцелот. Она взрослый персонаж со светлыми волосами, кошачьими ушками и зелёными глазами. А ещё у неё более современный костюм. В последнее время от таких персонажей появляется всё больше и больше, что не может не радовать. Игра не застыла на месте, она развивается, и мы вместе с ней. Портрет Шелонен почти готов. Он также, как и портрет Кинича, будет ждать вас в группе с артами. Кстати, кто из новых персонажей заинтриговал больше – Шелонен или Кинич? Для меня это слишком, слишком сложно. Загадочный и молчаливый одиночка. Или женщина-кошка. Нет, я выбрать не могу, хоть кошатница во мне и кричит «Шелонен». Но переходим к вишенке на торте в честь дня рождения Геншин. 28 сентября началось праздничное мероприятие. И значит, игроков ждут роскошные бонусы. Промокод, который вы видите на экране, включает 60 камней истока и 5 опытоискателей приключений. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. И, как говорится, счастливых вам круток. И пусть удача всегда будет с вами. И не забываем войти в игру с 28 сентября 2024 и до конца версии 5.0, чтобы получить камень истока на 1600 и другие награды. А также не упускаем шанс пригласить постоянного пятизвездочного персонажа по своему выбору. Для юбилейной версии будет доступно больше постоянных пятизвездочных персонажей. Что ж, у каждого путешествия есть начало. Так почему бы не сегодня? Скачивай Genshin Impact, используй бонусный промокод из видео, находи своих любимчиков среди персонажей, собирай команду и отправляйся на приключения. А вот так выглядят оба готовых арта. Портрет Кинича и Шелонен. Они выполнены в смешанной технике, маркеры, чернила, карандаши по гладкой целлюлозной бумаге. И повторюсь, я обожаю рисовать персов из Genshin. С удовольствием бы нарисовала всех играбельных. Так что, если вы тоже заинтригованы в этой авантюре, дайте мне знать, пишите имя, кого рисовать следующим, и не забывайте поставить лайк под этим видео. Ну все, пора уже идти играть в Genshin. Занавес опускается. С вами была я, Ольга Монтро. Огромное спасибо за поддержку и просмотр, за ваш лайк, подписку, комментарий и колокольчик. Всех обнимаю. И помните, лучше быть параноиком, играть в Genshin, чем быть закопанным в лесу. Пока-пока.